Открой, Господи, нам очи и разум наш к пониманию этого текста, чтобы нам увидеть его важность, как мы его можем применять к нашим жизням, к нашим душам Господним. Благослови отец, дорогой, во имя Иисуса Христа. Просим тебя. Аминь. Аминь. Можно чуть-чуть лампу прям наставать? Спасибо. А то, как можно, чтобы читать. Нормально, спасибо. Снимают просто. Смотри, там на камеру снимает человек. О, он еще и снимает. Ну, будет новая камера, поставим по центру, Андрей Путеевич. Так это мне потом дашь, Женя, тоже, да? Зайдете на мой, вы там всегда выставляетесь. Хорошо, друзья, дорогие. Итак, Матфея, 24 глава. Очень интересная глава. Я думаю, что если так взять христианскую литературу, разную литературу, это, наверное, будет одна из самых цитируемых глав вообще. Больше этой главы, наверное, цитируется 22-й псалом и глава распятия и воскресения Иисуса Христа. А так, в общем, 24-я глава, это глава очень популярная, она популярная в церкви. И вот, казалось бы, когда глава так популярна, когда она так хорошо известна, когда ее вот так люди много читали, хорошо читают и так далее, да, то, казалось бы, и с пониманием этой главы тоже не должно быть никаких проблем, верно? То есть ее просто можно вот понимать, и все ее прекрасно понимают. На самом деле нет огромное количество самых разных мнений и самых разных споров и так далее. С одной стороны, вроде бы, когда люди читают ее, а, кстати, кто читал эту главу вообще? Вы не видите, с пальцем. Все читали? С одной стороны, вроде бы, когда речь заходит в этой главе, все говорят, это пришествие Господня. То есть о каком пришествии? Ну, видимо, о втором пришествии речь идет, да? Все говорят, это вот в этой главе, считают многие люди, описывается то, что будет. Вот когда будет пришествие второе, вот то, что описывается в этой главе, это и произойдет. Но с другой стороны, когда читаешь эту главу, то там встречается ряд таких вот выражений или утверждений, которые с этой точкой зрения сильно расходятся или не состыкуются. которые, как бы, вот смотришь и говоришь, ну, это не может относиться к будущему, это, скорее всего, относится к прошлому. Тем более, если ты начинаешь копаться, ну, ты хорошо, допустим, знаешь Библию, уже прочитала Библию несколько раз, то вдруг, когда ты начинаешь эту главу заново перечитывать, ты говоришь, так, подожди, это мне напоминает что-то вот в другом месте Библии, а вот это, например, это что-то в другом месте Библии. А тут вообще словарный оборот точно такой же, как в том месте Библии. И тогда картина начинает меняться. И тогда ты уже не так уверен, что это может быть относится к будущему. На самом деле, в христианстве есть несколько точек зрения. Есть люди, и их назовем футуристы. Так и называется футуристы. Футуристы применительно к эсхатологии. Мудреные слова. В общем, эсхатология – это тот раздел богословия, который отвечает за учения о последних днях. Это называется эсхатология. Но в этой эсхатологии есть разные эсхатологии, конечно. Есть эсхатологии – футуристы. Футуристы говорят так. Они говорят, что все, что написано в 24 главе, это относится к будущему. Это не прошлое и не сейчас. Это что-то, которое когда-то где-то произойдет, говорят футуристы. Противоположная точка зрения – это претеристы. Футуристы говорят, нет, они говорят, все, что написано в 24 главе Евангелия от Матфея, это уже произошло, и это произошло в прошлом. И то, что там написано, не имеет никакого отношения к будущему совершенно. То, что будет в будущем, будет совсем по-другому, не так, как в 24 главе. Как оно будет в будущем, ищите в других местах. Говорят футуристы. И есть люди, которые пытаются эти две точки зрения как-то более-менее соединить, примирить даже скорее, чем соединить, примирить. Это люди, которые говорят, ну, тут в этой главе есть места, которые относятся только к будущему, но есть места, которые относятся только к прошлому. То есть и те, и другие места есть. Они не футуристы, не футуристы, но они говорят, что в этой главе есть места о будущем, и есть места, которые уже точно исполнились. Какие именно исполнились, и какие относятся к будущему, это уже каждый решает сам. Некоторые говорят, вот это будущее, а это исполнилось, другие говорят, нет, это тоже уже будущее, а вот это вот наоборот исполнилось. То есть, сколько людей, ну, видимо, столько и мнений. Однако есть такая тоже область знаний еврейских, которая называется герменевтика. Герменевтика это наука исполкования Библии. И в герменевтике есть свои правила. Герменевтика не действует, типа, мне кажется, что об этом, вот о том-то или о том-то речь идет в тексте. Герменевтика изучает текст. Она задает тексту вопросы. Она копается в тексте, она по законам герменевтики, она встречает этот текст с другими отрывками и местами Писания, чтобы привести их в определенную согласованность, в определенную гармонию. Вот. И для того, чтобы, соответственно, выработать какую-то эскатологическую позицию, какую-то богословскую позицию касательно последних дней, будущего и происшествия. Вот. Из тех, кто находится здесь. А, да, еще есть другая точка зрения. Эта точка зрения называется идеалисты. Идеалисты вообще говорят. Они говорят, то, что здесь находится, это не прошлое и не будущее вообще. Это своего рода притча. Определенная притча, где все, конечно, описано чисто символически, вот, такое, как бы, ну, не то, что выдуманное, ну, типа, как вот в басне или как в сказке, вот, которая имеет чисто моральный какой-то смысл, но не имеет никакого смысла касательно событий, истории и так далее. Это вот идеалисты. Их еще к идеалистам близки аллегористы. Аллегористы говорят, эти события, которые здесь написаны, их нужно понимать как аллегорию. Не самое настоящее вот так событие, как написано, а чисто как аллегория чего-то другого. Ну, понятно, чего эта аллегория будет, это уже решает каждый аллегорист сам. Вот, поэтому, скажите, пожалуйста, кто здесь придерживается футуристической точки зрения? Кто считает, что эта глава относится только к будущему? И вот, и все. Есть кто, футурист здесь? А вот я хочу спросить, вот эти люди, они верующие? Все люди верующие? Ясное дело, они верующие. Это истинно, ты в это веришь. Да, но... Это что мы еще обсуждать, рассуждать, что-то там, искать. Мы... Причем тут это... Это же не касается таких безусловных истин, как смерти, воскресение Иисуса Христа, которые невозможно трактовать иначе, иначе ты будешь либералом, если ты будешь отвергать сомнению или пытаться толковать это аллегорически. Это речь от вообще других событий. Событий, которые еще не произошли даже. А может быть и произошли уже, если придерживаться другой точки зрения. Но мой вопрос другой опять. Есть тут футуристы? Кто тут футурист? Ты футурист? Ты считаешь, что все это в будущем, да? Отлично. Не, ну не все, наверное. Есть тут претеристы, которые считают, что все написанное в 24-й главе исполнилось. Есть претеристы? Нет? Нет? Я претерист. А есть тут те, которые пытаются совместить и сказать, что вот что-то исполнилось, а что-то не исполнилось. Кто такие? Я. Окей. Есть тут среди нас аллегористы? Это кто? Как я только что объяснял, аллегористы, это те, которые считают, что все это чисто аллегорическое описание каких-то нравственных понятий. Ну, мне кажется, это читающе. В какое время он читает, в то время он может наблюдать времена истории. А. Вот это вот как раз идет в полный разрез с герменевтикой. Потому что герменевтика – это наука, которая имеет законы, и она не допускает произвольное толкование. Вот. У меня сегодня голова валит, поэтому это место означает вот это вот. А завтра мне выдернут зубы, поэтому это место будет означать вот это вот. Герменевтика такое не допускает. И мы попытаемся рассмотреть вот это вот место именно с точки зрения герменевтики. Во-первых, нас интересует, прежде всего, сразу же нас интересует, когда. Когда это происходит, описываемое здесь. Во-вторых, нас будет интересовать, вы удивитесь, но нас будет интересовать, где происходит описываемое здесь. На самом деле, это тоже очень неоднозначный вопрос, где это происходит. Третий вопрос, который нас тоже интересует – с кем происходит описываемое здесь? На самом деле, на этом вопросе тоже нет однозначного ответа. Вы удивитесь, но это так же. С какого вопроса мы начнем? С первого вопроса. По поэту. По поэту. Давайте начнем с вопроса «когда». Значит, 24 глава начинается с чего? Тут написано «И, выйдя» – все открыли свои Библии, да, читаете со мной? «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Конкретная ситуация – вот Иисус, вот ученики, вот здание храма. Здание храма стояло на тот момент. Сейчас здания храма не стоят. Причина, почему они не стоят, потому что они были разрушены в ходе иудейской войны. Римская армия разрушила эти здания. Ну и ученики показывают Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Ильонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Вот ученики задают три вопроса. Они спрашивают, когда будет то, что ты сказал? Когда не останется камня на камне? Мы знаем ответ, по счастью, когда не осталось камня на камне. Когда это произошло? Это произошло в 70-м году от нашей эры. Почти 2000 лет назад это событие уже произошло. Соответственно, отталкиваясь вот от этого, потому что это затравка всего дальнейшего повествования, мы делаем предположение, что этот текст и то, что было сказано далее, относятся к первому веку нашей эры. И речь идет о разрушении храма, и не только разрушении храма, потому что был разрушен не только храм, был разрушен весь Иерусалим до основания, все дома, все здания в Иерусалиме были разрушены, сожжены, уничтожены. Была разрушена иудея, более миллиона евреев было убито в войне и осаде, и от болезней. И почти 200 тысяч оставшихся были введены в рабство. Очень небольшой процент, очень небольшое количество евреев осталось жить в земле. Это так называемая катастрофа или первая катастрофа. Которая на самом деле не первая катастрофа, да и до этой катастрофы были катастрофы у евреев. И до этого храм разрушали. Набухадоносов разрушал храмы, город уничтожал, разжигал. Но такого размаха еще не было в истории никогда. Чтобы так много людей было уничтожено, и чтобы так много жестокостей и страданий было в ходе войны. То есть это была уникальная война, поэтому она называется катастрофой. Здесь несравнима последняя катастрофа, которая произошла с евреями. Вы знаете, да, которая произошла в прошлом веке, когда 6 миллионов евреев погибло. И мы говорим, ну это много, 6 миллионов евреев погибло, а тогда только миллион евреев погибло. Но на самом деле, если вы возьмете процентное соотношение, вы поймете, что в той катастрофе, в процентном соотношении, погибло намного больше евреев, чем в последней катастрофе, чем в последней катастрофе. Потому что до войны, по-моему, евреев было сколько? 18 миллионов. Минус 6 осталось 12. До Второй мировой войны. А здесь практически половина, даже больше половины всего евреистов было уничтожено в ходе этой римской иудейской войны. Итак, Иисус конкретно отвечает на вопрос далее. Но опять, к чему относится вопрос? Ученики задают вопрос о том, когда будут разрушены их издания. Когда от этих зданий не останется камень на камне? Они задают этот вопрос приблизительно в 31, 32 или даже 33 году от Рождества Христова. Приблизительно. То есть меньше, чем через 40 лет, а 40 лет это срок жизни одного поколения или рода, меньше, чем через 40 лет, Иерусалим будет разрушен. И Иисус говорит, вот эти здания будут разрушены. И вот они задают вопрос, когда они будут разрушены? Дальше Он дает им ответ, когда это произойдет. Во-первых, нужно понять, 24 глава на самом деле не начинается в 24 главе. Кто знает, когда начинается на самом деле событие 24 главы? Они начинаются в 23 главе, в предыдущей главе. И многие толкователи, когда они толкуют 24 главу, они не обращают внимания на 23 главу. А 23 глава начинает 24 главу, потому что в 23 главе Иисус произносит семикратное горе на фарисеев и на книжников. И затем это семикратное горе заканчивается словами, «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахинова, которую вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Вот, все сие придет народ сей. И далее он обращается к Иерусалиму и говорит знаменитые слова 38 стиха, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Что подразумевает возрушение. Бог оставляет их, Бог покидает их, и они будут разрушены. И вот тут сказано, «Все сие придет народ сей». То есть все это произойдет с этим покорением. В этом покорении произойдет, произвлеченное Иисусом Христом, горе на фарисеев. И только после этого начинается 24 глава. И там дальше, в 24 главе, Иисус снова повторяет то же самое. в 34 стихе 24 главе. Он говорит, «Истинно говорю вам, не пройдет рог сей, как все сие будет». Все сие сбудется. То того, как этот рог успеет пройти. То есть, начиная с того момента, как Иисус сказал эти слова, вы можете быть уверены, в течение 40 лет все себе произойдет. В какой-то момент из этих 40 лет. Но не позже. До исполнения 40-летней даты, от момента, когда Иисус сказал эти слова, все события, которые тут описываются, произойдут. Смотрите, Иисус не говорит, произойдут некоторые события. Он говорит, «Все сие, все, что Он сказал перед этим, произойдет». Перед этим, смотрите, Он уже произнес горе на фарисеев, и Он сказал, «Это все произойдет с этим родом фарисеев». И мы верим этим словам, и это так и произошло с этим родом фарисеев. И затем Он говорит другие какие-то предсказания, многие предсказания, и снова говорит, «Не пройдет этот род, как все сие произойдет». Почему в первом случае мы верим, что это произошло в течение жизни того поколения, а во втором случае мы не обязаны этому верить? Слово и словарный оборот тот же самый, ничего не поменялось. Он говорит в обоих случаях, что все сказанное ранее произойдет с этим родом. Если все сказанное против фарисеев произошло с этим родом, и тот род именно был наказан, и фарисейство было уничтожено, то и во втором случае, когда Он говорит, что все произойдет с родом сим, все сказанное перед этим должно исполниться в этом роде. Дальше в тексте есть множество маркеров, которые указывают на время. Маркеры – это слова типа «тогда». Вот несколько раз встречается слово «тогда». «Тогда», 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 «тогда». Есть слово «после». Оно тоже временной маркер в 29-м стихе. Есть слово «когда». Когда увидите вот это вот, или когда вот это вот произойдет. Это тоже временной маркер. Есть слово «день», есть слово «час». В последующей притче, которая идет сразу после этими предсказаниями, тоже используется слово «день» и используется слово «час». Это все временные маркеры, которые указывают на то, когда это произойдет. И беря все эти маркеры во внимание, я делаю предположение, что да, все описываемое в 24-й главе, все, что было Иисусом предсказано, в 24-й главе, произошло в течение жизни, в течение жизни того рода или того поколения. Это пока только мое предсказание. Мне нужны другие доказательства, чтобы мое предсказание подтвердилось. Какие доказательства я буду искать? Я попытаюсь ответить на второй вопрос. Где? И на третий вопрос. С кем? И если ответы на второй и на третий вопрос будут подтверждать мои догадки, мое предположение касательно первого вопроса, тогда я попался в точку, верно? Но если они будут расходиться, тогда мне нужно дальше продолжать копать, пока я не найду какое-нибудь удовлетворяющее объяснение, верно же? Итак, кто, с кем и где? С какого вопроса начнем? С кем? И где? Где? Хорошо. Смотрите. Где это произойдет? Во-первых, Иисус сказал, что здесь камня на камне не останется. Здесь это географический указатель. Где находится здесь, в данном моменте? Это Иерусалим. Он утверждает, что в Иерусалиме не останется камень на камне. И конкретно от этих зданий, которые там стоят, и это произойдет именно с теми зданиями, это не будут какие-то здания в будущем. Это произойдет именно с этими зданиями, которые люди ему показывали. Дело в том, что Иисус не говорит здесь, когда вот ученики подходят к Нему и говорят, смотри, какие здания. Он говорит, ну, эти здания, ладно, но через две тысячи лет или еще больше, тут будут другие здания еще круче, чем эти, и от этих других зданий не останется камень на камне. Нет, Иисус говорит, от этих зданий не останется камень на камне. Это географическая, конкретная привязка. Далее, тут есть хорошая еще привязка. В 16 стихе, например, находящиеся в Иудее добегут в горы. Почему именно в Иудее? Если речь идет о втором пришествии, которое произойдет по всей планете, по всей земле, то почему в таком случае именно вот речь идет только об Иудее? Только в Иудее нужно спасаться, и людям будет. Только в Иудее людям нужно будет бежать в горы, которые, кстати, находятся в самой Иудее, и вокруг Иудеи тоже находятся горы. А если это относится к будущему, означает ли это, что всем другим людям, которые не будут находиться в Иудее, не нужно никуда убегать, не нужно никуда прятаться? Видимо, эти катаклизмы, которые обещаны, не коснутся их вообще. Потому что раз они не в Иудее, им не надо никуда бежать. Ведь сказано, находящиеся в Иудее только. То есть речь идет о каком-то географически изолированном регионе, в котором произойдут эти события. Дальше следующая очень интересная географическая привязка. 14 стих. Известный стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствие во всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Тут сразу две привязки мы видим, да? И когда, и где. Ну вот смотрите. Евангелие будет проповедано по всей Вселенной. Ну, что такое Вселенная? Меня учтают, что Вселенная означает планета Земля. И что Евангелие будет проповедано по всей планете Земля. Ну, извините, планета Земля и Вселенная – это не одно и то же. Знаете, значение слова Вселенная, оно меняется. Оно меняется как в русском языке, так в других языках тоже. Иисус эту проповедь сказал, эти свои предсказания сделал на еврейском языке. Но записано это было на греческом языке. Соответственно, когда Матвей это записывал, и другие евангелисты тоже, неважно, они все говорили и писали по-гречески. Когда Матвей это записывал, то то, что он слышал от Христа по-еврейски, ему нужно было в голове своей перевести на греческий язык, подобрать лучшие термины, самые близкие термины по значению, да? И мы знаем, что даже между русскими и английскими это бывает иногда очень трудно сделать терм, подобрать правильные термины. И потом это записать на греческом. При этом сам Матвей, когда потом будет перечитывать и прочитать слово, допустим, Вселенная, он будет прекрасно помнить, что было на самом деле сказано Иисусом. Но его последователи, которые жили в 20-м или 21-м веке, когда они будут читать слово Вселенная, они будут складывать в него совсем другой смысл. Почему? Во-первых, потому что они слышали то слово еврейское, которое сказал Иисус. Во-вторых, значение слова Вселенная в 21-м веке сильно отличается от значения слова Вселенная в 1-м веке. Сегодня что мы называем Вселенной? Разве мы называем Вселенной планету Земля? Нет. Что мы называем? Мы называем КОСМОС. То, что мы называем другое греческое слово КОСМОС. То есть галактики разные и прочее, прочее, прочее. Все, чего нам взгляд достает и взгляд достает и телескоп уже дальше бьет. Все это мы называем Вселенная. Если мы с таким пониманием слова Вселенная подойдем к этому тексту, то когда наступит конец? Вот. Никогда. Потому что Вселенная слишком велика. И если все Евангелие будет проповедовано по всей Вселенной, во всех галактиках, на всех этих Альфа-Центаврах и прочее, прочее, вот, и там созвездия Ориона и так далее. Если там, если Евангелие будет проповедовано там, и нам нужно теперь только начать ждать, пока космические корабли начнут поразить просторы космоса, да? Вот. Чтобы донести туда Евангелие. То тогда, конечно, наступит не скоро. То есть но здесь слово, само слово Вселенная. Что такое Вселенная? В переводе на нормальный русский. Вселенная. То есть Вселять. Вселять в себя. Все обитаемое. Все обитаемое, все заселенное и так далее. То есть но только обитаемое территорие. Мы понимаем, что наверняка на большинстве планет, а может быть даже на всех других планетах там никакой жизни нет. Вот. оно вообще приобретает размывчатые такие размывчатые значения. Однако, если мы обратимся к греческому слову, которое используется здесь, а это слово ойкумена. Слово ойкумена происходит от слова ойкос, дом. По-гречески дом это ойкос. Вот сейчас закончится, когда у нас семена. Вы немного тут поговорите, поговорите, и потом вы выйдете в свой ойкос, то есть к себе домой. Это вот, от этого слова, от слова дом происходит слово ойкумена, которое передено здесь вселенная. На самом деле, что такое ойкумена? Ойкумена это не космос. Космос это другое греческое слово. Это мир. Это вселенная в смысле мир. Ойкумены назывались в те времена границы с земли, которая была вот известна как обитаемая. Она не включала в себя, например, неоткрытые тогдашними географами тогдашней цивилизации территории типа Южной Африки, Австралии, значительных частей Юго-Западной Азии, Америка не входила тогда в ойкумену, ни южная, ни северная. Е estratégская Исландия не входила хотя на части Европы. Они тоже туда еще все не входили в территорию Айкумена. По большей степени территория Айкумена ограничивалась чем? Она ограничилась территории Римской Империи, которую люди тогда знали точно, то есть территория Римской Империи, и территориями вокруг Римской Империи. Но она знала, что там эти территории есть, и там эти народы живут, такие как Порфианское царство, царства, китайские царства, всякие там, Индия и так далее. То есть римляне, греки, евреи знали о существовании этих царств, об Америке и не знают. Но об этих царствах они знали, что там люди живут, там есть дома, и поэтому это все Айкумена. И поэтому, когда тут написано, что проповедовано будет все царства, Евангелие царствия во всей Айкумени, это не означает, что это будет проповедовано по всей земле, включая острова Кука, остров Тасмания и пустыню Калахари. Нет. Это не относится к этим странам вообще, это относится к обитаемой территории. Римская империя и плюс-минус пара сотен, тройка сотен километров вокруг нее, как правило. Что-то типа того. И тогда значение этого стиха совершенно меняется. Здесь говорится, что конец придет, когда Евангелие царствия будет проповедовано по всей Римской империи и даже за ее пределами. Насколько мы эти пределы знаем. Но Иисус-то сдал все на земле. Это, может, евреи не знали, а Иисус-то знал. Да, но Он говорил к ним о том, что они знали, и о том, что они могли понять. Они должны были это понять. Иначе, понимаете, без понимания смысла нет. Если нету понимания, зачем говорить? Знаем ли мы, что до 70-го года от Рождества Христова, когда Иисус-то был разрушен, Евангелие действительно было проповедано всем народам по всей вселенной, по всей Легумении. Если мы читаем Деяния апостолов, мы читаем только о путешествиях одного апостола. Но там же были другие апостолы. Фома дошел до Индии. Да? Мы верим, или многие верят, по крайней мере, что Андрей апостол, он дошел даже до Днепра, до Скинфии, где сейчас находятся другие страны вообще. И что он даже поднялся вот по Днепру дальше вверх и ушел оттуда в северную Европу. Кто-то добрался до глубины Африки, кто-то добрался в другие места. Но если мы берем, если мы возьмем историческое свидетельство, то в истории масса свидетельств, масса доказательств, что уже в первом веке, даже до разрушения Иерусалима, Евангелие было проповедано до самых дальних границ Римской империи и дальше за границей Римской империи. Оно было проповедовано мгновенно просто как вода. Этому способствовали, конечно, гонения, в том числе, которые были на церках, довольно ранние гонения. Церковь недолго наслаждалась мирным существованием, да еще до Нерона. Задолго до Нерона, уже в первые годы, как только церковь начала утверждаться в Иерусалиме, начались гонения еще до того, как апостол Павел появился, как апостол. Он уже появился, как человек, если не было апостола Иерусалима. И в начале книги Деяния мы уже читаем, в 9 главе, что рассеявшиеся от гонений дошли аж до туда, до туда и до туда. И потом мы встречаем, там был верующий из Киринайники, это северная часть Африки, вообще за тройку тысяч километров оттуда. Там были верующие еще оттуда. Апостол Павел в Рим хотел приехать, апостол Павел собирался поехать даже в Испанию и прочее, может быть сам не поехал в других постах. Но я убежден, что Евангелие уже тогда гонцами христианскими было проповедано до самых дальних границ Кримской империи. И вот тогда и пришел конец. Вопрос, а чего конец? Кому конец? Кому конец-то пришел? И здесь третий стих говорит, какой признак твоего пришествия и кончины века? Люди читают и говорят, ну вот смотри, тут же написано, какой признак твоего пришествия? Значит, если есть слово пришествие, речь идет о втором пришествии. Обращаю ваше внимание, в тексте нету слово второе. Или он есть? В тексте нету слова второе. Говорится, когда будет твое пришествие? И когда будет кончина века, конец века. Ну что такое конец века? Опять, если мы вкладываем в век, в это слово мы вкладываем то понятие, термине, которое мы имеем сейчас, то века это всего лишь сто лет, верно? Был двадцатый век, была кончина двадцатого века и сейчас мы живем в каком? В двадцать в первом веке. То есть один век кончился, другой век начался. Об этом линейке идет речь. Нет, здесь другое значение слово век. Тогда какое значение слово век здесь? Существование. Здесь под словом века век имеется в виду определенная устоявшаяся система народа, государства, отношений, которое закончится. И на самом деле еврейское государство прекратило существовать, прекратило свой век. Именно тогда, в семидесятом году. И еврейский народ, как мы его знали тогда, он перестал существовать таким, как он был тогда. И он превратился в народ, который растворился среди всех остальных народов. Они сохранили свою идентичность, но они перестали быть государством, они перестали быть нацией. Понимаете? Я считаю, что слово конец или кончина века относится именно к кончине Ветхого Завета. Когда заканчивается ветхозаветная система отношений между человеком и Богом. И начинается новозаветная система отношений между человеком и Богом. Это конец закона Моисеева, который был характерен для того века, для той системы отношений между человеком и Богом. Конец закона Моисеева и начало закона Христова, закона благодати. Это другой век. Это век церкви. Это век Царствие Небесного на земле здесь. Будет другой век. Будет век Царствия Небесного на небе. И наш век тоже кончится. Век Царства на земле кончится. Будет век Царства на небе. Но век Ветхого Завета, век земного Царства, национального Царства, в теократии Ветхого Завета, в теократии Моисеева Закона, он заканчивается. И именно об этом вопрос. Именно об этом вопрос учеников. Они спрашивают, когда закончится вот этот миропорядок, сложившийся, который мы знаем, когда он перестанет существовать, и наступит новый миропорядок, в котором ты будешь властелином. Они еще не вполне точно понимают, как это произойдет. Но они думают, что Христос пришел для того, чтобы положить конец старым миропорядкам и положить начало новым миропорядкам. И когда они говорят, какой признак твоего пришествия, что они имеют ввиду под словом пришествия? Имеют ли они ввиду второе пришествие? Могут ли они иметь ввиду второе пришествие? Могут. Нет, не могут. Потому что он еще не ушел. И это очень просто. Он еще не ушел. Посмотрите, посмотрите внимательно. Он сидит, он разговаривает с учениками, ученики не ожидают, что он уйдет, ученики не ожидают, что хотя он им говорил, что он будет распят, что он будет казнен, что он умрет. Ученики не ожидают, что это с ним произойдет. Тем более ученики не ожидают, что он оставит их на две тысячи ветви больше и уйдет на небеса куда-нибудь. Понимаете? Под словом пришествия имеется в виду совсем другое. В Ветреном Завете слово пришествия неоднократно употребляется в качестве наказания Господня. Когда Господь через пророков предупреждал о том, что придет на руках Адоноса, армия вавилонская использовалась в то же самое слове пришествия. А только в Библии почитайте. Господь говорит, я приду с армиями. Это не армии те придут только. Это я приду для того, чтобы наказать вас. Здесь в тексте имеется в виду пришествие с наказанием на Иерусалим и на Израиль. И поэтому они спрашивают его, Иисус, когда ты уйдешь и потом через сколько ты с креста назад обратно придешь? Они не планируют, что он идет. У них этого нет ни в каких планах вообще. Они спрашивают его, когда ты придешь как царь. Сейчас мы видим тебя пришедшим, как человек, как учитель, как чудо-творец между нами. Но когда ты придешь во власть, когда ты эту власть возьмешь, когда ты начнешь править здесь, на этой земле, и где, то, что возникает вопрос, ты будешь править, какой признак твоего пришествия? Не второго пришествия, а просто пришествия. Я верю, это пришествие с Судом на Иерусалим и кончины века. Другие маркеры. Другие маркеры географические. Значит, смотрите. 31 стих. «Пошлет ангелов своих с тобой громогласную и соберут избранных его от четырех метров от края небес и до края их». Четырех метров это имеется в виду, это образно имеется в виду четыре географических направления, конечно. От края небес и до края их. Ну, я знаю, что есть сейчас люди, которые верят, что Земля плоская, вот, и это учение все больше и больше распространяется, как пожар по церквям. Но, тем не менее, Земля круглая. И края нету. Понимаете? Что означает? От края небес до края их. Означает ли это всю Землю? Но туда края нет. То есть это означает вот то, что заканчивается там, далее, за линией горизонта. А линия горизонта, по-моему, если я правильно помню с географией, составляет протяженность расстояния 50 километров. То есть на расстоянии 50 километров вы можете видеть ту часть атмосферы или самых высоких облаков, которые могут быть видны с другой части Земли, которая находится с той стороны. То есть другими словами, вот шарик, если облака находятся дальше, чем 50 километров применительных территорий, то вы уже не можете со своей точки эти облака видеть. То есть линия горизонта ограничена примерно приблизительно по географии, помню, там 4-5 класс, 50 километров. Все. Дальше видеть мы не можем, потому что Земля круглая. Это примерно сопоставимо с размерами Иудеи в то время. Потому что Иудея в то время была намного меньше нынешнего Израиля. Нынешний Израиль, если я правильно помню, даже от Иерусалима по прямой до северной части моря Галилейского 80, по-моему, километров. Или 80 миль. Ну, что-то около того. В те времена Галилея не была Иудея. Галилея даже не была Израилем в то время. Израиль был ограничен в те времена, и Иудея была ограничена в те времена, с сравнительно небольшой территорией вокруг Иерусалима. Все остальное принадлежало другим правителям, другим царствам, которые все, конечно, находились под властью единого императора римского. То есть здесь опять тоже вопрос. Дальше. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. 20 стих. Это очень любопытно. Понимаете, если события происходят по всей Земле, по всей Земле, то Земля-то круглая. И в северном полушарии может быть зима, а в южном полушарии будет что? Лето. И как, когда находящимся в южном полушарии, трактовать написанное здесь? Нужно ли им молиться, чтобы эти события не произошли зимою там, где у них зима, в то время года, когда у них зима? Потому что если они будут молиться наоборот и говорить, чтобы эти события не произошли летом, то тогда это указание Иисуса вообще теряет всяческий смысл. То же самое касается субботы. Там, где сегодня суббота, на противоположной стороне земного шара, что? Воскресенье. Уже воскресенье или еще пятница? Тогда о чем речь вообще? Либо это относится к какой-то конкретно небольшой территории, на которой все это произойдет. И я верю, что этой территорией была Иудея во времена первого века. Либо все это не имеет никакого смысла или имеет смысла очень мало. Но это чисто для меня. Дальше. С кем это произойдет? Тоже очень любопытный вопрос. Футуристы или люди, которые вкладывают хотя бы частичный футуристический смысл в эту главу, футуристы утверждают, что это произойдет со всем миром. Или это будет иметь отношение ко всем христианам, живущим в мире. Скажем так. Но если это будет иметь отношение ко всем христианам, живущим в мире, тогда какое отношение к нам имеет предупреждение о том, чтобы молиться, чтобы это не произошло в субботу? Мы не соблюдаем в субботу. Было единственное государство, которое соблюдало в субботу, и оно кончилось 2000 лет назад. Какое совпадение. Нынешний Израиль не соблюдает в субботу, чтобы вы знали. Да, по религиозным требованиям, по требованиям, скажем так, глубоко религиозного меньшинства в Израиле, там даже лифты работают в субботу автоматически. Но при этом большая часть Израиля не соблюдает в субботу. И Израиль не религиозный, а светское государство. Вы знаете об этом? Большинство израильтян, живущих там, в субботу не соблюдают, как они в той мере, как евреи пытались соблюдать и по временам Иисуса Христа. Когда, как знаете, в исламском государстве вся жизнь подчинена законам шариата, допустим. Так и тогда вся жизнь была в Израиле подчинена законам фарисейским. То есть они взяли законы Моисеева, построили более 5000 своих собственных законов, основываясь на них, и пытались подчинить этим 5000 законам все остальное население Израиля, иудеи, чтобы они этим законам следовали. То государство кончилось 2000 лет на завтрашне. Потому с кем это произойдет? А в тексте есть маркеры. Смотрите, главными маркерами, начиная уже с 23 главы, начинается слово «вы и вас». Когда кому-то говорят «вы и вас», кого это обозначает? Того, кому говорят «вы и вас». Могу ли я сказать, например, вот, возьму вас за прямой, да, Роберту с Ириной. Могу ли я сказать, Роберт и Ириной, я дам вам там тысячу долларов. Вопрос, я только что сказал, к кому это относится? К ним. К ним относится, верно? Я же им говорю. Но предположим, что кто-то из сидящих здесь тоже подойдет и скажет, я вот пришел за мои тысячи долларов. Я скажу, ну подожди, я тебе не обещал тысячу долларов. Он скажет, нет, ты сказал, я дам вам. То есть, да, ну хорошо, почему ты себя включаешь в число вам? Это было бы глупо, верно? Представим другой вариант. Мои слова к Роберту Ирине были записаны. И передавались с поколения в поколение. Ну, как пример того, как можно быть щедрим. Ну, был такой человек, который дал целую штука. Молодец. И через две тысячи лет находится человек, который никакого отношения к Роберту Ирине не имеет. Даже вообще ни их потомок. И он, читая вот это вот, он говорит, так это же мне. Так, где моя тысяча? Это относится ко мне. Будет он прав? Нет. Потому что конкретное слово «вы» и «вам», оно подразумевает конкретных слушателей. Слово «вы» встречается в 23-24 главах огромное количество раз. В конце 23 главы, когда Иисус говорит фарисеям, «Вы от родни змеиная, вы там то, вы будете наказаны, с вами вот это произойдет». Кому это относится? Относится ли это ко всем остальным людям? К нефарисеям? Нет. Это относится только к фарисеям. И когда Иисус говорит, что на вас придет вся кровь праведная, пролетая от Абеля до Сахарии, сына Варахина. Кому это относится? К нефарисеям. Только относится к фарисеям и книжникам. На вас это все придет. С вами произойдут эти беды, эти катаклизмы. Вам произойдет горе. То же самое правило мы распространяем на 24 главу. Иисус говорит ученикам, «Берегите, чтобы кто не прельстил вас». Слушай, но если это произойдет не с учениками, а через 2000 лет, тогда ученикам не очень беспокоятся. Их никто не прельстит. Зачем им нужно беречься? Но если Он говорит, чтобы кто не прельстил вас, то есть возможно это произойдет как раз с учениками. Ученики должны беречься, чтобы никто не прельстил их. И дальше очень часто встречается это слово «вас». Девятый стих. «Будут предавать вас на мучение и убивать вас». А произошло ли это с учениками? Из 12 апостолов только один считается умер своей смертью. И то прошел мучение. Плюс две ссылки. Две ссылки, не одна. А с другими учениками, которых было множество, помимо апостолов, у Иисуса было не только 12 учеников, не только 12 апостолов, ну 11. У Него было множество учеников, которые не были апостолами, и с ними то же самое происходило. Тогда, в первом веке. Их предавали, их убивали. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Вы будете ненавидимы. Это сбылось? Да? И сбывается, и сбывается. Нет. Сейчас мы ненавидимы всеми народами. Сейчас множество народов уважают христианство. Уважают христиан, поддерживают христиан. Есть народы, которые не любят христиан. Ну, там мусульманские народы, например, допустим, да? Но универсальная ненависть к христианам среди всех народов, это была именно характеристика Римской империи. Подожди. Акрестоль же сказал, кто будет жить, всякий желающий жить благочестиво, будет для Ним. Смотри, просто смысл в чем? Ну, что получается одна часть священного писания так, то есть одни слова он говорил, то есть только для учеников, другие для всех. То есть у нас получается разделение, но продолжают просто интересно. Не, не, не. Я слушаю дальше. Не, не, дальше просто интересно. Я не дослушал. В моменте новой, новой христианской. Я не дослушал. Ты не все сказал, что там должно быть. Ну вот, я говорю, просто в общем, там сказано, всякий, кто желает жить благочестиво, что будут гонимы. будут гонимы. Смотрели внимание. Все желающие жить благочестиво, будут гонимы, верно? Но там не сказано, все желающие жить благочестиво, будут убиты, верно? Там не сказано, что все желающие жить благочестиво, будут ненавидимы всеми народами, верно? Видите? Это два разных предсказания. Первое предсказание, которое он перед этим прочитал, оно имеет конкретные слова, Конкретный смысл и текст, где написано, вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Всеми народами вы будете ненавидимы за имя Мое. И это именно то, что произошло во времена Римской империи. Если вы почитаете Синеку, Ацита, других современников того времени, даже Петрония, они все упоминают о христианах как о презренном народе, которые отвержены, которые изгои, которых все ненавидят. Распространяли самые разные байки про христиан. И не было в те времена ни одного народа, который христиан бы любил. Такие народы появились позже. То слово, которое ты сказал, там сказано, всякие желающие жить благочестиво, все желающие жить благочестиво, будут гонимы. Не сказано, убиваемы все будут. Не сказано, будут ненавидимы всеми народами. Сказано, будут гонимы. Кем гонимы? Кем-то гонимы. Не все ли вокруг гонимы, но кем-то гонимы. Я сейчас живу, меня кто-нибудь гонит. Есть пара человек, которые меня гонят. Я гонимый. В этом плане да. Ненавидят ли меня все вокруг? Нет, этого нет. Это не означает, что этого не будет в будущем. Возможно, это будет в будущем. Но, по крайней мере, я точно буду знать, что сейчас есть огромное количество христиан, которые меня не будут ненавидеть. Но убиваемые есть. Убиваемые есть. Но нету ненавидимых всеми народами. Это очень важно, понимаете? Про евреев, мне кажется, говорите. Нет, тогда христианства, по сути, на земле не было. И вот они, первые росточки, идут в народы, где свои вероисповедания у людей. Как и сейчас евреи. Их поэтому ненавидят. И то не синий. И то не синий. И то не синий. Он приходит и начинает, что есть такая вера, есть Господь. А, у нас Перу, но у нас еще. В Великой Отечественной войне все именили евреев. Только Гитлер, Америка защищала евреев. Сталий защищал евреев. Евреи эвакуировались в первую очередь. Вы знаете об этом. По указу Сталина евреев вывозили в первую очередь с предфронтовой полосы, когда была эвакуация. Потому что они им были по самой большой угрозе. Количество эвакуированных евреев в процентном соотношении намного превосходит их вообще в процентном соотношении в русском народе. Почитайте. Почитайте Солженицына об этом. 200 лет вместе. Замечательная тема, в которой он все это описывает. Понимаете, евреи, это не о евреях. Это о христианах. Это именно о христианах того века. И о христианах того времени. Далее. Просто, Павел, смотри, я просто вернусь с самое начало. Я хочу понять. Помнишь, когда ты первый один из уроков проводил, ты сказал, что есть такая цикличность в Слове Божьем? Я к этому еще не пришел. А, ну все, хорошо. Я просто хочу понять. Ты вот все в прошлом, и ты сказал сразу все в прошлом. Потому что здесь по тексту все в прошлом никак не может быть. То есть, я надеюсь, просто мы к этому увидим. Если мы говорим, что по тексту все в прошлом, но потом ты говоришь, что по тексту не все может быть в прошлом, то это уже не цикличность. Цикличность подразумевает, что все, что написано, уже произошло, но какие-то фрагменты или целое снова повторятся в другом масштабе. Например, всемирный поток. Это идея цикличная. Это уже произошло с одной цивилизацией. Это произойдет с другой цивилизацией, но это не будет поток. Это будет огонь. Это будет топливный поток. Можно так сказать, да? Мы усматриваем здесь цикличность. Но при этом мы понимаем, что произошел великий потоп. Мы понимаем, что он произошел действительно. Теперь смотрите. Если бы был пророк, который жил... Ну и такой пророк был, это был Ной. Но вот Ной жил до потопа. И, допустим, Ной проповедовал до потопа, и его проповеди были записаны. И вот после потопа его проповеди, его предсказания обнаруживаются. И там люди читают эти проповеди, эти предсказания. То, что там описывается. Вот там волны упадут, там все там погибнет. И люди начинают их толковать, что имеются в виду огненные волны. Потому что это не относится к тому потопу. Это относится к будущему. Огненному потопу, который придет на всю землю. Понимаете, да? Здесь то же самое. Либо то, что произошло... Либо то, что здесь написано, уже произошло. Но тогда все это, или фрагменты этого, могут повториться. И тогда уже, если это будет повторяться, тогда не будет повторяться все, и не будет повторяться именно так. Потому что, видимо, это не будет повторяться только в Иудее. Это будет касаться всей земли. Это не будет происходить только в субботу. Это может произойти в течение суток, 24 часов. Понимаете? Когда у одних в субботу, у других уже воскресенье. Вот это подразумевает собой цикличность. Но когда мы говорим, что часть сбылась, часть не сбылась, это не цикличность, это пробоя. Это попытка совместить претеризм и футуризм между собой. Я претерист, но я при этом, конечно, понимаю, что многие события, многие катаклизмы имеют право быть в будущем. Господь не ограничен в этом отношении. И что, скорее всего, многое, что наблюдалось тогда, перед тем концом, будет повторяться и перед концом нашего света. Все ли будет повторяться? Возможно, не все. Далее, с кем это происходит? Опять, находящиеся в Иудее. Это здорово. Здесь четкое указание, с кем это будет. Это будет с находящимися. Потом дальше есть другие маркеры. Опять случается слово «вы». Когда вы увидите все сие, знайте, что близко предверят. Если слово «вы» такое размытое, и оно относится не к тому поколению, которое жило тогда и слышало слова Христа, а к какому-то будущему поколению, неизвестно когда, то тогда этот стих вообще не имеет смысла никакого. Потому что на самом деле и войны, и глады, и моры сопровождают всю человеческую историю, от начала и до конца. Ну и так далее. Далее. Любопытное, любопытное, любопытное наше, значит, вызывает 15 стих. Тут написано. Вот его сейчас отцуем, но и закончим. Тут написано. «Когда вы видите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающего разумеем. Вот тогда находящиеся в удее добегут в горе». Вот возникает вопрос. Что же это за мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящего на святом месте? Современное, популярное, футуристическое толкование этого отрывка говорит так. Это будет будущий храм, который евреи будут там когда-то построят, неизвестно когда, и в этом храме поселит антихрист. И он оттуда будет типа править миром, или по крайней мере пытаться править. И вот это вот называется мерзость запустения, стоящего на святом месте. Ну, во-первых, Даниил ничего такого не предсказывал. А тут сказано, что мерзость запустения, реченное через пророка Даниила. Даниил такого ничего не предсказывал. Ну, далее, если вы посмотрите параллельные места, параллельные места находятся в Евангелии от Марка, 12 глава, и в Евангелии от Дуки, 21 глава. И вот давайте откроем. В Евангелии от Марка, 13 главе, написано буквально те же самые слова. Когда же вы увидите место запустения, реченное пророком Даниилом, стоящее где не должно, читающее это разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в город. Окей, то же самое написано, ничего не ясно. Но затем вы открываете Луки, 21 главу. А Лука писал, не шифруясь. Лука не дошифровал, он написал то, как есть. Он написал значение этого места. Он говорит, 20 стих, 21 глава, 20 стих. Когда же вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось к запустению Него. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Итак, смотрите, это очень важный маркер и географический, и временной. Когда Иерусалим был окружен войсками? Он был окружен незадолго до 70-го года. Осада длилась почти 3,5 года. Ну, не осада, осада длилась меньше, война длилась 3,5 года. Это была длинная война. 3,5 года были все эти мучения, которые тут предсказаны Иисусом. Самое главное, что опять, Лука пишет, не шифруется, мерзость запустения, стоящего на святом месте в трактовке Луки, а Лука не может ошибаться, потому что он не евангельский писатель, он написал это Евангелие. В трактовке Луки это означает Иерусалим, окруженный войсками. Когда Иерусалим, святое место, окружили войска язычников, живущих не по закону, но не сееву, соответственно, они нечистые, вот, соответственно, как тут сказано, мерзость. Эта мерзость пришла, и она производит запустение, потому что война производит запустение постоянно, да? Война опустошает. Вот мерзость запустения это иностранная армия, которая идет для того, чтобы опустошать Израиль. Когда вы это увидите, вот они окружают Иерусалим, вот тогда и делите в горы. Понимаете, современное футуристическое богословие говорит так, что когда вы увидите, что Антихрист воцарился в храме, воссел в храме, тогда нужно бежать в горы. Я не вижу вашей логики. Если он уже воцарился в храме, то уже Бог набежал в горы. Уже никуда не убежишь. Уже все окружено. Но если вы видите, что Иерусалим окружает иностранные войска, то тогда берите ноги в руки, и бегите в горы. И там говорится, не сходите даже в дом, чтобы взять что-то. Вот вы с кровлей этого увидели, там кто-то крикнул, войска идут, вставайте, бегите. Именно так произошло, кстати, в первом веке с христианами. Вы знаете, что во время осады Иерусалима ни один христианин не погиб. Знаете почему? Потому что они считали, что это место относится к ним. Они считали, что это место относится не к будущему какому-то через две тысячи лет, а это место относится к ним. И точно так, когда они увидели римские армии, римских языческих орлов, штандарты их, когда они увидели, христиане, не теряя ни минуты, начали убегать из города, пока ворота еще не были закрыты. И все христиане, как один, и дети их, и старики их, вышли из Иерусалима, и ни один из них не оказался заперт в Иерусалиме, когда ворота уже закрылись, и началась засадка. Все христиане до единого спаслись, они ушли в Пеллу, точно так, как им сказал Господь. Пела находилась в горах, там они пересидели войну, и никто из них не погиб. Почему? Опять, потому что они считали, что это относится к ним. И когда началась война, когда начались вот эти Иерусалимы, они тщательно следили вот по этим стихам, и все происходило именно так. Если Бог даст, и мы в будущем продолжим эти семинары, я могу объяснить каждый стих, как это происходило в историческом контексте. Абсолютно каждый стих, именно то, как оно происходило две тысячи лет назад. Вы удивитесь, когда вы узнаете, что вот все события, все до единого описанные здесь, даже те, которые вам кажутся фантастическими, на самом деле уже произошли почти две тысячи лет назад. Произойдут ли они в будущем? Не исключено. Повторится ли? История имеет свой 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 цикл личности? Можно ли он выбирать вот эти самые стихи? Да, обязательно. Это замечательные стихи. Берем которые не сороковой и сорок первые стихи. Это тоже замечательные стихи. Какие-нибудь другие стихи? Если, конечно, Господь позволит, и будет Его благоволение, чтобы мы дальше жили. Я на сегодня закончил. Если есть какие-то короткие вопросы, я могу попытаться ответить. Или мы можем перенести ответ на следующий раз. Пожалуйста, задавайте. Вот брат хотел задавать, он за голову. Нет, я больше не буду. Что, уже ответили на вопрос? Нет. На следующий раз. Да, на следующий раз. Дело в том, что некоторые из вас с места задавали вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова